Школьный двор и коридоры пустую. Детей уже давно раскидали по другим школам старого района. Каждая семья привыкала к новым условиям, как могла. И вот сегодня, когда прошло уже больше года, с момента признания здания 10-й школы аварийным, у родителей появился повод встретиться и обсудить насущные проблемы. За целый год каждое утро вопрос об одном и том же. «Мама, я хочу в свою школу, я туда идти не хочу». Здание школы, построенное ещё в советские годы, не выдержало и дало огромные трещины, которые заметны и невооружённому глазу. В плане капитального ремонта заложена их стяжка, а также утепление и реконструкция фасада, замена окон, тщательный внутренний косметический ремонт и обновление материально-технической базы. Только вот когда начнётся ремонт и когда дети вернутся в родные стены. На последней встрече Алексей Викторович Голубев обозначил сроки, именно начало обучения наших детей после капитального ремонта в здании 10-й школы. Это 1 сентября 2019 года. Задуматься о ремонте школы нужно было уже давно. Практически единогласно заявляют родители, особенно те, кто живут рядом и уже в течение нескольких лет наблюдают, как здание ветшает и приходит в негодность. Проблема не только в нашей школе, потому что это случилось не вчера, не мгновенно. Школу довели до такого состояния, школу не могут отремонтировать. К сожалению, экстренный переезд в чужие стены негативно сказался на успеваемости. Адаптация и привыкание к новым условиям и другие факторы. Сегодня некоторым ребятам приходится преодолевать пол старого района пешком, чтобы добраться до места учёбы. Первый класс у нас, мы сейчас идём, мы будем заниматься на базе третьей школы. Ну, это как подсобное помещение. Вот как? Вот я как бы специально ребёнка оставлял, вот наш дом, чтобы мы ходили вот сюда, чтобы меньше дорог, меньше всего. Как вот мне сейчас его водить в первый класс туда? Нам же детям иногда приходится сидеть в актовом зале, просто учиться, а писать на коленях, на стульях, когда там в гвозди впиваются в спину или в ноги, тоже не очень приятно. И сама седьмая школа, поскольку здание тоже не совсем новое. К счастью, переехать из аварийного помещения десятой школы удалось за считанные дни. Но на первое время в седьмой школе была даже введена вторая смена, которую удалось отменить благодаря слаженной работе педагогов и родителей. Параллельно с вопросами организации учебного процесса сразу в трёх точках, руководству школы пришлось погрузиться в тему финансирования капремонта. Нам обозначали сумму в 135 миллионов, причём будет осуществляться мероприятие по программе софинансирования. 30% за счёт местного бюджета и 70% за счёт областного бюджета. То есть местный бюджет сегодня готов принять на себя нагрузку. Эти деньги выделены для капремонта. Вопрос за областным финансированием. А пока родители обсуждают свои проблемы в соцсетях и любым образом стараются привлечь внимание общественности. Специально для этого на экстренное родительское собрание пригласили представителей городских СМИ. Часть городских проектов была немножечко отодвинута на другие планы, потому что школьное образование одно из самых важных. Поэтому в этом году уже выделены средства на проведение тендера для проведения ремонтных работ. Официальные комментарии по вопросу капитального ремонта 10-й школы администрации города обещают дать в течение этой недели. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.